Готовлю маринад для скумбрии. Все пропорции я напишу под видеороликом, обязательно посмотрите. Я делаю полтора литра. Вот здесь у меня соль, сахар, черный перец горошком, черный перец душистый горошком, лавровый лист и полтора литра воды. Скумбрии у меня четыре штуки. Сейчас этот маринад нужно довести до кипения, прокипятить минутчик пять и оставить остывать, ну, примерно до комнатной температуры. Пока закипает маринад, подготовлю скумбрию. Со скумбрией удобно работать, пока она не до конца разморозилась. Здесь, в принципе, все просто. Ни в коем случае не надо ее класть под воду. Сейчас, пока она еще слегка подмороженная, убираю головы и потрошу. Можно коптить, в принципе, и с головами, но мне это неудобно. Я копчу без голов. Потрошу, убираю головы изнутри скумбрию ложкой. Буду вычищать, вот там что на ней черное такое есть. Очень удобно ложкой чайной вычищать. Вычищу и дальше все хорошенько протру бумажными полотенцами. Ну, а потом уже буду класть в контейнер и заливать остывшим готовым маринадом. Ну, вот и все. Рыбешку я посолил. Смотрите, какой вам лайфхак, ребят. Не в чем было посолить. Сейчас посмотрел, что-то все вот подходящие такие контейнеры заняты. Взял пятилитровую бутылку, вот так вот отрезал. И сюда прекрасно вошло четыре рыбки. По длине все прям очень, очень идеально. Вообще по красоте. Все вот таким образом сейчас или на балкон, если там холодно, или на нижнюю полку холодильника на двое суток. В общем, скажу так. Через сутки будет малосол очень вкусный. Через двое суток будет слегка такая подсоленая. Но я люблю вот, чтобы прям чуть-чуть побольше, чем малосол был. Ну, тут, скажем так, на вкус и цвет. Мне нравится, чтобы чуть посольнее. Красота, да и только. Потом полторашку эту, вернее эту пятишку взял да выкинул. И все. Очень удобно. Мне такой способ вот очень нравится. Ну и естественно, потом будем ее коптить. Обсушим и будем коптить. Итак, друзья, скумбрия усолилась. Я ее достал из холодильника. Протер бумажными полотенцами. Обвязал веревкой. И вот таким образом повесил сушиться. Сушилась она под вентилятором. У меня где-то часа четыре. И потом провисела вот таким вот образом всю ночь. Сейчас рыбка сухая. Прекрасная. Все. Готова для копчения. Вчера я коптил сало. Ну, коптилочку помыл. Не стал отмывать ее пока что азелитом. Вот она, видите, тут поддон какой черный. Это нагар. Потом, когда откопчусь, скумбрию откопчу. И нагар этот азелитом смою. Так, сейчас что делаю? Устанавливаю рыбу в коптилку. И начинаю коптить. Так, щепа у меня ольха. Буквально одну жменью. Коптить буду... У меня свой такой способ. Я не буду коптить как до готовности рыбы внутри. Когда рыба 63 градуса, чтобы внутри была. Мне, в принципе, это не нужно. Потому что рыба соленая, рыба готовая. Я дам дыму. И получается, что при температуре где-то не выше. Ну, наверное, градусов 50. Примерно вот так. Минуточек 15-20. И этого будет вполне достаточно. Ребят, смотрите, какое дело. Вот я советую вот сюда вот в поддон класть фольгу. Очень удобно. Будет с рыбы капать, да. Фольгу потом выкинул и всё. Но у меня косяк фольги нету. В магазин идти не охота. Но ничего страшного. Помою. Всё вот таким вот нехитрым образом. Да, вон там внизу я уже положил щепу ольховую. Таким нехитрым образом. Подвесил и сейчас устанавливаем в коптилку рыбку. Очень важно, чтобы рыба не касалась стенок коптильни. За этим надо проследить. И в принципе всё. Можно уже включать. Всё. Рыбка не касается стенок коптильни. Закрываю крышку. И включаю газ. Ребята, копчение я завершил. Вот уже шланг снял. Всё. Что-то сейчас заглядывал в коптилку. Что-то рыбу там разорвало в лохмотье. Внешний вид получился никакой. Вот такие вот друзья дела. Ну ничего, сейчас поспорим. Всё покажу. Но я думаю на вкусовые качества это не повлияет. Вот. Сейчас будем посмотреть. Так, а где там у меня это? Карка-лыка. Вот она. Опачки. Смотрите. Вся шкура полопалась. Вся шкура полопалась. Но вкусно так пахнет. Я уверен, что это очень вкусно. Потому что уже делал я так. Ну ладно. Фиг с ней с этой шкурой. А сейчас до утра. До утра я её оставлю. Пусть она, ну скажем так, отдохнёт. Повисит. Ну и потом уже одну рыбку задегустируем. Ребята, коптильня простояла вместе с рыбой всю ночь на балконе. Ну, там мороза нету, но рыбка, в принципе, получается, застыла. Сейчас нужно её вынуть. Пускай она получилась, конечно, ребят, страшненькая. Я даже предполагаю, почему. Почему полопалась кожа. Потому что, видимо, я слишком быстро произвёл нагрев. Ну вот тут кожа не полопалась, пузо лопнуло. Слишком быстро я произвёл нагрев. Вообще, конечно, я понимаю прекрасно, что коптить нужно при... А там до достижения кулинарной готовности, чтобы по термометру, чтобы внутри рыбки там 63 градуса было. Всё как положено. Но я показал такой вот самый примитивный вариант. Самый примитивный вариант без термометров внутри рыбки. Но вот полопалась кожа, да. Нужно давать более медленный нагрев. Я слишком дал много газа и сразу попёр нагрев. И вот я думаю, что из-за этого она лопнула. Ну, ничего страшного. Сейчас попробуем. Пахнет это всё просто... Оооо! Аромат просто бомболейла. Так, сейчас я возьму ножичек. Мы с вами чуть-чуть попробуем это дело. Сейчас я срежу тут верёвки. Ё-моё, я палец обрезал. Я чувствую, как уже это вкусно. Как это вкусно. Ну, давай верёвка, отрезайся, будешь мне тут тоже трепать нервы. Её, в принципе, и в горячем виде можно кушать, когда прям только закоптил. Но я думаю, вот, она сейчас вот застыла, что она вот в таком варианте будет ещё прям вкуснее. Так, это сейчас отодвинем. Так, ну-ка, пробуем. А-а-а. Ну-ка. Ребята, сказать, что это вкусно, это не сказать ничего. И те, кто говорят, что маринад, когда делаешь дым, всё убивай, ничего подобного. Прекрасно в рыбе чувствуется маринад. Ммм. Прекрасно. Так, ну-ка. Маринад чувствуется, и это очень вкусно. О, спина. Смотрите, спина. Ну-ка. 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 Это опять на душе. Ммм. Ребята, всем советую. Ммм. Такая вкуснятина. Ммм. Вот вам и, пожалуйста, маринад. Весь маринад остался в рыбе. Не убил ничего дым. Не перебил маринад. Реально вкусно. А ещё сделать круглой картошкой в мундирах. Это будет вообще бомбалыва. Ммм. Ммм. Вот реально пальчики оближешь. Ребята, всем советую. Фиг с ним, что лопнула кожа. Но в следующий раз буду чуть поменьше температуру давать. Вот. Но это вкусно. И это вкусно. Ммм. Обалденно. Ребят, проходите по ссылке в описании. Приобретайте коптильню. По моему промокоду вам сделают скидку. И делайте вот такую вкуснятину у себя дома, у себя в квартире. А я выключаюсь и продолжаю наяривать вот эту рыбу. Уже без камеры. Всё, друзья мои. Всем пока. До новых встреч. Быть добро. Субтитры сделал DimaTorzok